Далее смотрите новый выпуск рубрики «Ключи Твери». Это совместный проект с администрацией города. В его рамках главный библиотекарь областной библиотеки имени Горького, экскурсовод Людмила Соколова, рассказывает об истории улиц областного центра и расположенных на них зданий. Сегодня речь пойдет о гостинице «Гальяне», которую обессмертил в своих стихах Александр Сергеевич Пушкин. Не милы мне дамы в Твери, которым не один десяток лет. Добрый день, уважаемые тверетяне и гости города. Мы сегодня завершаем прогулки по улице Скорбящинской в Мещанской Слободе. В рамках проекта администрации города «Ключи Твери» и проекта Тверской областной библиотеки имени Горького мы гуляем по Твери с Горьковкой. И с вами буду я, ваш экскурсовод Соколова Людмила Николаевна, главный библиотекарь Горьковки. Сегодня мы с вами у гостиницы «Гальяне». В фондах Тверской губернской строительной и дорожной комиссии сохранился фиксационный чертеж двухэтажного каменного дома с павильонами, построенного Павлом Гальяне. Дом предназначался для гостиницы. Павел Гальяне из итальянцев приписан купцам, 26 лет от роду. Женат был на дочери священникой села Акатова Корчевского уезда, но вскоре разведется. А вот уже дети, прижитые от Анны Фро, иностранки, в будущем Шарлотты Ивановны, будут числиться только воспитанниками. Кстати, Гальяне, фамилия, не имела однозначного написания. Иногда Гальяне, иногда Гальяне. Здание изначально предназначалось явно для гостиницы. Три дверных проема главного входа с фасада главного. Фасад был украшен портиком с колоннами и фронтоном. А вот павильоны, примыкающие к основному зданию, соединяли арки проезда. Украшением служили красивого рисунка итальянские трехстворчатые полуциркульные окна. В немецком путеводителе 19 века по России по поводу гостиницы значится следующее, что в ней имеется зала для танцев, ресторация, которая, по сути дела, стала клубом по интересам, бильярд, а еще столики для игры в карты. Об этом же, кстати, писал Александр Ефимович Измайлов, будучи тверским вице-губернатором в 1828 году. «Немилы мне дамы в Твери, весь день козыряют они». И, может быть, поэтому Александр Сергеевич Пушкин, которому не везло в игре в карты, и назвал плутоватого итальянца «гальяне кальйони», ибо в переводе означает «плут мошенник». После смерти Павла Дементьича в 1831 году гостиница переходит к Шарлотте Ивановне и его внуку. Дела шли не очень хорошо. Они проживали сами во флигеле, а в комнатах останавливались проезжающие. Уже во второй половине 19 века дом вместе с долгами переходит к купцу Ивану Дмитриевичу Боброву. А в конце 19 века сюда въедет Тверской филиал Санкт-Петербургского Тульского поземельного банка. После революции какое-то время будет музыкальное училище. В 90-е годы Тверь-Универсалбанк, сегодня банк-открытие. И еще одна загадка, связанная с памятной доской Александру Сергеевичу Пушкину, который останавливался в гостинице «Гальяне». Дело в том, что эта памятная доска ранее была установлена на соседнем доме еще в 1937 году, когда не было достоверно известно, где находилась гостиница «Гальяне». Но после открытия и исследования Наты Анатольевны Курочкиной все встало на места. Но доску памятную перенесли с прежним текстом, и она путает всяк его читающего. Не сомневайтесь, гостиница «Гальяне» всегда была именно на этом месте. Это бывшее ее здание. Мы с вами начинали прогулки еще в октябре солнечно. Много листвы по улице Скорбящинской, и символом ее была веточка все того же боярышника. Сегодня заканчиваем прогулку на улице Скорбящинской, и снова, но уже у деревьев, боярышника, которым не один десяток лет. Субтитры создавал DimaTorzok